Здравствуйте! Давно не виделись, поэтому сразу к делу. Возможно, некоторые из вас еще помнят, что у нас в стране есть премьер-министр. Да-да, прекрасно понимаю удивление многих, но это факт. Итак, Дмитрий Медведев заявил, что для того, чтобы привлечь иностранных инвесторов в Россию, нужно создать им одинаковые условия с отечественными инвесторами, обеспечить предсказуемую политику и нормальный деловой климат. Ну что тут скажешь, красиво излагает. А главное, все то, о чем он говорит, у нас уже есть. Вот, например, предсказуемая политика. Говоря о России, всегда можно совершенно точно предсказать, что мы что-нибудь отчебучим, то Крым, то пенсионную реформу, то посадим какого-нибудь иностранного инвестора. Полная предсказуемость, абсолютная. Или вот про деловой климат. Скажите мне, кто у нас в стране самые крупные подрядчики? Правильно, Борис Романович и Аркадий Романович. И у одного из них финское гражданство. Ну чем вам не иностранный инвестор? Таким образом, в России у иностранного инвестора условия не то, что равные, а намного лучше, чем у всех отечественных. Такой вот у нас инвестиционный климат. Скажу больше, все эти санкции против нас ввели только для того, чтобы вообще все инвесторы к нам не прибежали. Спросите у любого экономиста. Слишком много денег в стране – это тоже плохо. Поэтому мы вынуждены принимать ряд мер, чтобы ограничить приток иностранных инвестиций. Среди самых действующих наших ноу-хау – коррупция, кумовство, карманный суд и мультики про ракеты. Очень хорошо помогает от назойливых инвесторов. Подводя итог сказанному, подчеркну, что все то, о чем говорит Дмитрий Инаш Анатольевич, у нас уже есть. Просто он немного не в курсе, потому что сам привык вести дела на диком рынке Европы. Вот и запамятовал слегка. На этом все. Говоря словами классика, главней всего – погода в доме. Вот за ней и следите. А инвестиционный климат оставьте профессионалам. Пока!